Старобельский районный суд Луганской области оставил в СИЗО Александра Ефремова. Его обвиняют в нескольких тяжких преступлениях, среди которых похушение на территориальную целостность страны, а также пособничество боевикам в захвате управления Луганского СБУ. Ефремов находится в СИЗО уже более двух лет. Подробности далее. Оглашение меры пресечения уже в 13-й раз для Александра Ефремова начинается с настройки онлайн-камер. Заседание транслируют через интернет. Адвокаты настаивают, состояние здоровья их подзащитного ухудшается с каждым днем и требуют выпустить Ефремова из СИЗО. Обвинение категорически против. Возникает перепалка, спор прерывает судья. В 13-й раз обвинение требуют оставить Александра Ефремова в СИЗО. Он там содержится уже два года и два месяца. Запобежные заходы в виде особенного обязанства, особенного поруки, домашнего ареста, заставы не могут быть использованы до людей, которые подозриваются или обвиняют в действии криминальных правопорушений, которые инкрименуются Ефремову Александру Сергеевичу. Тобто Ефремову Александру Сергеевичу инкрименуются такие злочины, за которые Криминальный процессуальный кодекс не предпочитает обвинение такого запобежного захода, как особенного порука. Судьи удаляются на совещание. Защита уверяет, здоровье Ефремова ухудшается и бежать он никуда не намерен. Поэтому нет нужды оставлять его под стражей. Если суд прийдет к решению все-таки про измену запобежного захода на домашний арест, в любом месте, в котором выяснится суд, это будет выполнено безумовно, без никаких проблем, где бы это ни было. Через несколько часов судьи возвращаются и оглашают приговор. Сам обвиняемый утверждает, дело против него разваливается, но закрыть его не хотят, поэтому продолжают держать в СИЗО. Соответственно говоря, уже даже не удивляет его решение, потому что, когда мы, согласно законодательству, подчеркиваем и адвокаты в том числе, что не существует ни одного доказательства, предъявленного в обвинении, представленного в обвинении суда, и не существует ни одного доказанного риска, то по поводу обоснованности обвинения суд говорит, это мы будем расследовать потом, когда-нибудь. В СИЗО Александр Ефремов будет находиться до 3 декабря. После этого суд снова соберется для избрания новой меры пресечения. Руслан Смещук, подробности, телеканал Интер. Руслан Смещук, подробности, телеканал Интер.